Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щейковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами пальто из искусственного меха, искусственной овчины, как с имитацией дубленки. Я буду использовать шаблон фигуры. Это шаблон фигуры плюс сайз, 7,5 голов в росте с учетом каблука. Можно скачать у нас на сайте, ссылочку оставлю под этим видео. И давайте начнем. Я уже подготовила фотографию меха и фотографию того, как будет смотреться поверхность замша. Хочу показать очень интересный инструмент. Здесь есть объект «Обрезать изображение». И вы можете немножечко подрезать вашу фактурку для того, чтобы был поменьше кусочек и с ней было комфортнее работать. Когда выбрали, нажимаете «Применить». Вот у нас стало с вами два кусочка, из которых мы потом сможем сделать красивую заливку. И я решила поменять фигуру. На плюс сайз, не так, как я обычно показываю манекенчик, создадим новую капсулу, посмотрим, насколько по-другому будет смотреться. У нас есть разные нестандартные фигуры на сайте, поэтому можно посмотреть, обязательно использовать ту, которая подходит именно под ваши задачи. Я хочу просто разнообразить и показать, как это будет смотреться и на других фигурах. Эта фигура такая модельная, плюс сайз, потому что, смотрите, тонкая талия, грудь, бедра в обычной жизни не всегда так случается. Так, давайте мы это затащим сразу в заливке. Нам это понадобится дальше. Открываем новый слой, берем инструмент пером, цвет в заливке отсутствует, цвет контура черный, толщина единичка, без пунктира. Приближаю нашу с вами великолепную девочку. Вот так. И рисовать я буду половинку. Соответственно, поехали. Покажу, как делать имитацию меха. Ну и заливки тоже с вами проработаем. У нас с вами будет запах. Соответственно, прорисовываем спущенное плечико. Поскольку это у нас с вами верхняя одежда, она будет более свободная. Целью приталить я не ставлю. И вот здесь мы, видите, уже сталкиваемся с тем, что у нас пышные бедра. И надо как бы их правильно обходить, чтобы все смотрелось. И обозначаем длину. Нажимаю shift, чтобы точка пришла. У меня программа, она подсказывает, да, где будет вертикаль. То, чтобы было поудобнее. Вот здесь уже смотрим, насколько мы хотим все-таки показать приталенность или не показать. Плечико немножечко, оно будет отступать. И вот здесь нужно сейчас будет дополнить. Нажимаем на перышку и удерживаем. У нас появляется дополнительная панелька с инструментами. Инструмент опорная точка позволяет очень красиво все делать. И нажимаем на усик, он у нас пропадает. Так, отлично. Теперь рисуем рукавчик. А если вы вдруг смотрите меня первый раз, рекомендую тогда либо попадать в конец, чтобы увидеть, что получится, да, либо посмотреть на ускоренном, либо просто посмотреть, что я делаю, потом вернуться к этому. Потому что сначала, когда начинаешь рисовать, ничего не понятно. Потом все становится на свои места. Так, продолжаем. Здесь такая простая логика. Нужно, ну, распределить по геометрии, по логике ваш рисунок. И потом сразу все становится слегка понятно. И никакой особой там хитрости супер нет. Вот так у нас будет рукавчик. Так, что еще нам с вами нужно? Ну, во-первых, нам нужна спиночка. Так. Сейчас я здесь тоже инструментом опорную точку. Видите, он сразу тянет направляющие в две стороны. Но почему я люблю опорную точку? Если я сейчас щелкну вот здесь, то у меня там станет все по прямой. Соответственно, вот эту точку заднюю лучше чуть-чуть опустить. И тоже чуть-чуть сделать ей выгиб. Чуть-чуть. Все. Флоп. Собрали. А центральная линия на шаблоне у нас есть. Соответственно, по ней будем и с вами отзеркаливать. Как конструирование, строим одну половиночку. Так, теперь у нас вот здесь будет виден воротничок. А именно его задняя часть. Обычно вот так. Так. Вот здесь тоже сейчас точку подкорректирую. Чтобы она только с одной стороны была. А теперь рисую сам воротничок. Так, вот так будет ложиться. Так вот. Будет дальше идти. Здесь сюда приходить. И возвращаться сюда. Я студентам у себя на курсе даю всегда инструмент перо на практику. Заставляю их делать так называемые прописи. Я там подготовила всякие выкрутасы, которые поворачиваются в разные стороны. Для того, чтобы они перышком могли очень хорошо владеть. И вот эту всю кривизну, которую нужно передать, легко ее передавать. Я рисую тоже мышкой. Ну, в данный конкретный момент. И нисколько меня это не останавливает. Так что это просто практика. Если у вас с первой попытки не получается, это абсолютно нормально. Знаю, что многие на это жалуются. То, что вот, там не получается. Ну, как бы, не у всех сразу все получается. У меня тоже не сразу ее приспособилась, приноровилась к этому инструменту. Но с практикой прекрасно все работает. И для этого не нужен планшет. Тоже в чем плюс. Наличие планшета нужно в основном для вольного рисования в фотошопе. Для иллюстратора планшет не требуется. Ну, в редких случаях, если он у вас действительно стоит на столе, вы прыгаете из одной программы в другую, тогда в каких-то моментах действительно кому-то. Ну, может быть и планшет ничего. А так нет. Так. Здесь вот уже мы прорабатываем с вами, как мы хотим это видеть. Можно линию, точку убрать. Перо минус. А здесь можно сделать выгиб. Линию вот так. Чуть ее подогнуть. Здесь убрать. Вот уже такая красивая штучка у нас с вами получается. Застежки, может быть, не видно. Это могут быть внутренние кнопки, могут быть внешние пуговицы, могут быть молнии. Поэтому вот в данном случае я хочу, чтобы на модели этого не было видно. Так, что у меня здесь будет? У меня вот здесь будет такая вот часть, в которой будет видно, как выпирает мех. Пока я ее рисую вот так вот пряменько, потом мы сделаем с вами маленькое волшебство, которое позволит это очень красиво обыграть. Так что рисуем сейчас объект. Он наподобие прямоугольничка такой вот. Но потом с ним все будет хорошо. А пушечка будет по низу. Тоже пока прямоугольничком. Длину сейчас, когда разыркалим, посмотрим, насколько красиво так будет смотреться. Мне не очень нравится вот это место. Я бы хотела его чуть-чуть поднять. За это обожаю иллюстратор. Я смотрю, понимаю, что здесь не туда, здесь не туда. Я вот прям одну-две точки подергала, и уже понимаю, как это все будет смотреться. Но сейчас будем смотреть на целеньковом эскизе. И еще нам нужно нарисовать кармашек. Не буду автофигурой, буду рисовать от руки. Так, он будет прямоугольненьким. Так. Вот так кармашек у меня получается. Сверху у него тоже и по краям будет опушечка. Для этого мне нужно дополнительно нарисовать. Я сейчас приближу, чтобы мне было удобнее. Чтобы я... Ой. Ctrl-0 возвращаем. Приближаем. Чтобы мне было лучше видно, чтобы я не щурилась, ничего не напрягала свои глаза лишний раз. а просто вот приблизить так, как мне комфортнее. Так. Немножко кривой карман. Я это вижу. Сейчас мы его чуть-чуть подвинем. Так. И вот то, что я говорила. Сейчас сбросим выделение. Нарисуем по контуру. То, что у нас там как будто будет такая овчинка торчать. Будет интересно и красиво. Так. Такой вот дополнительный контур. Сейчас еще поправлю линии, если потребуется. Так. Хорошо. Сюда. Здесь вот абсолютно ровность не нужна, потому что там будем дальше колдовать. И еще у нас, конечно же, по краю рукава тоже будет манжетик. То есть здесь сочетание такой вот замши и самого меха овчинки. Как видите, эти элементы я все рисую поверх дополнительно, чтобы они у меня были. Ну вот, вроде все я собрала. Теперь мы с вами всю эту красоту берем, выделяем. И ставлю на центр инструмент зеркальное отражение. Вот она, точка, от которой будет отражаться. Начинаю вращать. Смотрите, вращается она у меня под странным углом. Нажимаю кнопку shift, удерживаю мышку. Она у меня сразу на 90 градусов. Вот видите, встала. И кнопочку alt. Потом отпускаю кнопочку мыши. А потом отпускаю кнопочки на клавиатуре. И вот у меня волшебным образом была половинка, стала целиковая штучка. Что крайне-крайне приятно. Сейчас вот эту точку буду немножко поднимать. И симметрично буду поднимать другую. Что я делаю? Я выбираю точку и клавишами на клавиатуре, соответственно, вот, либо несколько точек клавишами на клавиатуре, там раз, два, наверх, два раза наверх провела. Таким образом у меня точка корректируется. Раз вниз. Выборала, раз вниз. Так, теперь нам нужно с вами... Давайте мы это все покрасим в белый цвет. Цвет заливки придадим белый. Вот. Вот эта точка мне не нравится категорически. Мы сейчас ее будем править с вами. Либо ее как-то убирать вообще, либо... Так, совсем убрать мы ее не можем. Соответственно, сейчас мы ее понизим. Вот так. Вот эту точку тоже надо нам опустить, соответственно, чтобы она у нас закрывала. Она должна находиться сзади. Значит, смотрите. У нас получилось по две половинки, а я хочу, чтобы она была единая. Окно. Обработка. Контур. Специально у меня она не вытащена. Это панель. Я ее каждый раз вытаскиваю, чтобы вы понимали, откуда я ее взяла. Конечно же, можно закрепить ее в рабочей среде и потом никуда уже за ней не лазить. Так. Вот такая штука вылезла, потому что не было полного пересечения. Не страшно. Вот эти два объекта должны находиться сзади. Я их выбираю с зажатым шифтом. Монтаж на задний план. Так. Это что у нас тут вылезло такое красивое? Это у нас тут вылезла вот эта штучка. Сейчас мы направляю чуть-чуть, чуть поправим. Вот так. Отлично. Да. Хорошо. Единственное, я бы все-таки повыше дала вот это место. И вот здесь... Сейчас мы... Так, там лишняя точка не получается, потому что там лишняя точка. Мы ее сейчас уберем. Сколько? О. Одна, чтобы осталось. Первым минус просто туда щелкнула, и она убрала лишнюю точку. Вот так. Да? Да. И немножко ее понизим. Вот. Так уже намного лучше. Хорошо. Теперь смотрите. Вот эти части я сейчас выберу и помечу светло-серым цветом, потому что это у нас потенциально будет овчинка. Вот эту вот обводочку. Вы заодно сможете сравнить, если вы со мной рисуете параллельно, так ли у вас получилось. Вот смотрите. Это у нас овчинка. При этом вот эта внутренняя часть давайте мы чуть-чуть потемнее сделаем, как будто она туда назад входит. Вот такой пальтишко. Пока не похоже, да, что это овчинка. Вот это тоже овчинка. Сейчас будем творить волшебство. Значит, выбираем мы с вами. Вот так вот ставлю в сторону. Выбираем мы с вами воротничок. Можно, конечно, дать просто заливку, и будет все замечательно. Я хочу, чтобы на техническом эскизе, когда он в черно-белом виде, тоже это все показывалось. Поэтому есть такая техника, которая позволяет сделать кривой контур. Я когда только начинала работать с доп. иллюстратором, что я делала? Ну, я думаю, что несложно предположить. Я брала и рисовала вот такой вот рваный край руками. Не надо. Эффект. Где тут это? Исказить, трансформировать. Огрубление. Просмотр. Смотрите, видите, оно там уже началось. Конечно же, тут надо очень хорошо подобрать, что мы будем делать. Возможно, гладкие. Но мы сейчас обязательно подберем. И у нас все получится. Так, вот это хорошо. А вот размер. Так, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Еще сильнее. По-моему, очень неплохо. Надо только, знаете, что будет сделать? Толщину контура поправить. Окей. Так, и толщина контура у всей красоты 0. Ну и 5. Вуаля. Ну, красота. Ведь махарится. Все получилось. Все отлично. Вот, это наш вариант с вами на черно-белый. Притом, вот эти штуки я бы сделала поуже. Так, вот эти тоже бы сделала поуже. Это уже вкусовщина пошла, но как бы... Да, вот так. Здесь посмотреть, как оно себя ведет. Так, хорошо. Давайте теперь попробуем то, что у нас с вами получилось, переложить, соответственно, в цвет. Что я буду делать? Я сейчас вот этот эскизик уберу. Уберу. Я, кстати, если вы заметили, редко рисую спинку, ну, потому что отдаю ее, грубо говоря, на откуп вам. Спинку надо тоже думать. То есть спинка, это не значит, что мы ее не делаем. Это же говорит о том, что надо подумать, как вы это будете рисовать. Так, у меня никак не получается выделить, поэтому я выделю при помощи инструмента лассо. И вот так вот сюда сдвину по соседству, чтобы они у меня стояли на одном листочке. Теперь блокирую слой с шаблоном. И давайте посмотрим, насколько хорошо у меня получились фактурные заливки. Что можно сделать? И что я советую делать? Есть такой инструмент, называется режим изоляции, поэтому мы группируем это пальто. Это можно закрыть, нам уже сейчас не понадобится. Группируем это пальто, делаем двойной клик. Есть такой инструмент, называется волшебная палочка. Он выделяет, ну, как правило, все объекты одного цвета. Поскольку у нас уже с вами весь мех выглядит серым, мы щелкаем и все вместе выделяется. Почему? Потому что в инструменте волшебная палочка у нас допуск стоит 20, а соответственно 20 оттенков оно выделяет, белые и серые соседние оттенки, она их туда. Ставлю единичку, скидываю все выделение. Это только издалека кажется, что это сложнее, чем натыкать. Это проще. Вот смотрите, что у меня выделилось. Весь мой мех. И то, что мне, собственно говоря, и надо. Теперь мы его заливаем заливочкой меха. Вот такой у нас мех с вами красивый. А здесь вот эти почему-то у меня не вошли, товарищи, потому что другой оттенок, а мы поставили один только. Вот так вот мы вводим. Можно сразу поправить масштабирование. С просмотром давайте на 60. Так, а нам нужно трансформировать только узоры. Уже помельче, но меня не устраивает. Я думаю, что надо на 40. Вот так вполне. А вот здесь я сделаю сейчас Ctrl-C, Ctrl-B. Черную заливку. Выведу ее на передний план. Я нажимаю Ctrl. И твердый знак, либо квадратная скобочка. Для того, чтобы оно вылезло немножко наверх. И отрегулирую непрозрачность. Что я сделала? Таким образом я ее немножечко туда утопила. Можно сейчас еще потом будет дополнительно задать тень этой штуки, чтобы она туда тоже проваливалась. Так, и теперь все, что у нас белое. Опять же инструментом перекрасить графический объект. Мы выбираем и создаем вот так. Почему-то у меня улетел цвет обводки. Черная обводка. Не очень мне нравится, честно вам могу сказать. Наверное, будет даже интереснее смотреться. Если мы сейчас поколдуем немножко с пропорцией ей. А именно... Все равно как-то не очень. Давайте попробуем гладко залить. Да. Гладко смотрится значительно лучше. Значит, оставим в гладком цвете. Вот так тоже иногда бывает. Начинаешь делать эскизы, понимаешь то, что не надо. А вот такая штучка. Все равно мне не нравится. Выбираем все. Я думаю, что, наверное, надо толщину-то контура все-таки вот оставить. Толщиной контура. Видите, поправилась и стало лучше. Можно сделать цвет контура, например, у всего этого удовольствия коричневый. Может быть, тогда будет лучше. Сейчас посмотрим. Нет, хуже. Все-таки, когда контрастно, оно показывает, что это отрисовано, что это эскиз. Ну, вот такая штучка у нас с вами получилась. Я бы еще вот сюда добавила тени. Вот такой кусочек тени. Так, без цвета контура. А цвет заливки мы сделаем черненьким. И сделаем ему эффект непрозрачности. Как видите, очень удобно. Я в заблокированном режиме. У меня сосед мой не трогается. Так, что еще тут можно поколдовать тенями? Ну, во-первых, вот здесь у нас будет тенюшка. Сейчас меня спрашивают про тени. Давайте с тенями рисовать. А тени лучше рисовать несколькими большими пятнами. Они как-то тогда гармонично себя ведут. Смотрите, какая стахота получилась. Потом мы ей так вот... Сделай, пожалуйста, мне черную заливку с непрозрачностью. Сразу так оп и ничего. Дело в том, что у меня такой коричневый цвет, теплый. Поэтому базовую заливку тени можно сделать тоже теплым коричневым. Будет приятнее смотреться. Вот здесь тоже очень красиво будет смотреться, если будет вот здесь тенюшечка. Смотрите там, где у нас запах. Вот это место вот так вот обозначить. И, соответственно, туда добавить непрозрачности. Вот она, непрозрачность. Тоже все это замечательно будет работать. Сейчас подкорректируем немножко. Вот здесь. Так, ну что такое? Никак не могу точку выбрать. Вот. Ее можно немножко назад увести эту тень. Кстати, так даже будет интереснее. Сейчас мы ее утопим. Как уводить назад? Можно правой кнопкой мыши нажать на монтаж. Смотрите. Правой кнопочкой мыши монтаж и переложить назад, например. Но здесь также обозначено, смотрите, монтаж, переложить назад, control. И вот такая вот квадратная скобочка или буква х на русском алфавите. Соответственно, нажимаете control, букву х, и она у вас полномерно начинает уползать назад. И вот в тот момент, когда вы видите, что она правильно уползла назад, вот вы и останавливаетесь. У вас получается такая вот красота. Сейчас вот сюда еще тенюшечку добавим. Тени должны быть легкие, перебарщивать не надо, форму не переусложняйте. Практиковаться, и все, у вас будет ничего. Так, лишку я тут, по-моему, сделаю. Вот так мы ее убираем. Вот, получился у нас вот такой вот объект. Выходим из режима изоляции, и все то, что мы рисовали, осталось внутри этой группы. Вот вам, пожалуйста, черно-белый эскиз, а вот вам цветной. Я уже добавила сюда тени, можно было на черно-белые добавить, можно было не добавлять. Вот такая красота. Сразу невысокая, тонкая, звонкая. Видите, вот эта фактура оказалась некрасива при заливке, и я от нее отказалась. Но я могу ее проложить к эскизу и показать, что будет вот так смотреться. Так что вот так, например, и вот под эскиз подложить, или сверху, ну как удобно. Дополнительно можно там показать, что мы хотим, чтобы вот такая фактура, вот такая штучка у нас с вами получилась. Наступают холода, нужно подумать о теплой одежде, вот вам пример, как это можно нарисовать. На этом все. Если у вас появились вопросы, обязательно их задавайте в комментариях. Пишите, что бы вы хотели нарисовать. Обязательно поставьте лайк, если видео вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник мы рисуем эскизы. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok